Пандемия коронавируса не стала преградой для строительства новых социально важных объектов Верхней Волжья. Итоги реализации адресной инвестиционной программы и муниципального земельного контроля за минувший 2020 год подвели на заседание областного правительства. Подробности у нашего корреспондента Валерии Королёвой. В рамках реализации адресной инвестиционной программы на территории Верхней Волжья в 2020 году появились новые образовательные учреждения, спортивные объекты, новые котельные, например, зато Озерный, Рамышках и Нелидово. Построено более 74 километров газопровода в 9 муниципалитетах, водопроводные сети в Калязинском районе. Реконструирован водозабор в Кесовой горе. В 2020 году всего было построено 38 объектов. Объемы финансирования с 2016 года выросли в 9 раз. Особое внимание контролю качества и соблюдению технологии выполнения работ. Объекты принимаются после серьезного мониторинга, рассказал глава региона Игорь Руденя. В качестве позитивных вещей можно отметить отсутствие потерянных денег, которые, к сожалению, в предшествующие годы были, когда недобросовестные подрядчики получали средства и не делали свою работу. И второе – это выросшее качество исполнения наших работ, строек, технологических решений. Мы видим, как существенно уже выросли даже, начиная с 2016 годом, наши подходы, требования к строительству социальных объектов, объектов спорта. Повышение контроля качества выполнения работ – одна из ключевых задач. По мнению экспертов в строительной отрасли, низкая цена – отнюдь не самый решающий критерий отбора подрядной организации для строительства того или иного объекта. Минус этой системы в том, что побеждает тот, кто даст меньшую цену. Но меньшая цена не гарантирует качество выполнения работ. Проект реализован в 27 муниципальных образованиях. В 2021 году также запланирован ряд работ. Один из ключевых проектов – реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Еще один вопрос, который обсуждался на заседании правительства 9 февраля – земельный контроль. Он должен стимулировать эффективное использование земельных ресурсов. С 2016 года в налоговый оборот дополнительно введено более 22 тысяч земельных участков. Объем ежегодных поступлений в бюджеты муниципалитета вырос почти на 150 миллионов рублей. Очень разные результаты по муниципальным образованиям. Это требует отдельного дополнительного изучения. Мы видим наших лидеров, таких как Осташковский городской округ, где земельный контроль имеет очень хорошие результаты. Это в том числе и в денежном выражении, в количестве процентом отработанной территории. В 2020 году в рамках земельного контроля было проведено 2607 проверок в отношении земель населенных пунктов сельскохозяйственных и промышленных земель. А в 2021 году будут введены дополнительные меры по активизации контроля. Усилено взаимодействие с Росреестром и налоговой службой по выявлению и постановке на учет незарегистрированных земельных участков и недвижимости. Помимо этих вопросов, на повестке дня были такие темы, как обеспечение правопорядка, безопасности населения Тверской области и изменения в территориальной программе гарантии бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие два года. Речь шла о включении в программу таких организаций, как Ржевская и Вышневолодская станции скорой медицинской помощи и Центра медицины «Катастроф».